Радио Болтком Программа «Климат-контроль» с вами на прямой связи журналист, ученый, пишущий о науке Константин Рангс. Здравствуйте, Константин, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Это было, ну, я не знаю, там, 10, 20, 30, 40 лет назад, сколько я себя помню. Ну, в принципе, сегодня опять тоже обещают дожди, даже грозы. Потом вроде бы должно чуть потеплеть, потом опять похолодать. Разница только, знаете, в какой день это произойдет. В общем-то, до следующей пятницы, вот, как вы правильно сказали, будет вот такая вот переменчивая погода. Детали очень трудно сказать, потому что эти полосы, очаги дождя, они достаточно хаотичны, но тем не менее, картинка именно такая. Связано это с тем, с деятельностью циклонической. А вот на юге Европы и в центральной части там картина совершенно другая. Туда мощно вторгается большой, сильный и могучий антициклон. И этот антициклон уже предупреждают. Принесет волну жары. Уже жарко стало в Британии. Уже температура повышается во Франции. В Португалии и Испании она уже высокая. Сохраняется высокая температура в Италии. Вот эта вот масса двигается на восток. И вот тут-то и возникает главная интрига для нас, конечно. Дойдет ли до нас вот эта вот волна жаркого воздуха, и мы опять будем, что называется, страдать и стенать от того, что у нас за бортом 30 градусов с копейками может быть. Либо это могут быть какие-то на несколько дней такие скачки повышения температуры, а потом опять все будет возвращаться к столь милым нашему сердцу дождям. Так что вот это непонятно. Кто переборет кого? Циклоны, которые наверху крутятся. Я имею в виду северной части Европы. Или вот этот могучий такой совершенно циклопический антициклон, который медленно смещается на восток. Вот как он будет смещаться? Куда он будет смещаться? Тут есть еще некоторые варианты. И для нас самое главное, где будет происходить граница вот этих столкновений циклона и антициклона. Куда мы попадем? А что по границам происходит, когда происходят столкновения циклона? Ну, во-первых, это всегда, когда очень сильные столкновения холодного, воздуха, горячего, влажного и более сухого, это грозы. А если грозы, шквалы, торнадо, опять же, ну или смерчи у нас. Вот, например, знаменитые торнадо в Соединенных Штатах Америки, они как раз связаны с тем, что сталкивается теплый, влажный воздух из Мексиканского залива, который несется на северо-восток, и холодный воздух, который спускается с севера, с территории Канады, скалистых гор. Вот там они сталкиваются между собой, и начинается вот эта свистопляска. Вот если у нас такое произойдет, то мы тоже станем свидетелями всевозможных природных, так скажем, чудес. Но это, опять-таки, это никто не может гарантировать, что вот вы обязательно через неделю увидите такое-такое, может, ничего не увидите, может, тихо все расползется, рассосется. Вот это как раз проблема, что у нас нет абсолютно точного прогноза. Но факт фактом, что если, например, вы соберетесь в центральную, уж тем более западную или южную Европу, то вы можете, например, во Франции получить 40 градусов с копейками. И вот дальше возникает вопрос, ваш организм готов к таким экспериментам? Опа. Да, мой точно нет. Это проблема. Но меняется ли, действительно, если мы говорим о том, что меняются летние температуры, насколько, может быть, будет появиться тип уже европейца, который будет выдерживать все эти высокие температуры, и, может быть, для следующих поколений это станет абсолютной нормой? Ну, я думаю, каких-то две-три тысячи лет, и мы уже будем наблюдать. Те, которые не выдерживают такую погоду, просто вымрут, не оставив потомство, другие как-то приспособятся. Тут нужно понимать, что в масштабах эволюции жизнь одного человека – это, извините, ничто. Она оперирует десятками и сотнями, точнее так, сотнями и тысячами поколений. Вот тогда что-то начинает меняться. Это да. А так, ну что, слушайте, ерунда какая-то. Вот смотрите, за последние уже две тысячи лет были в Европе и времена похолодания, и потепления. Опять похолодания, опять потепления. Но, в принципе, никаких же, так скажем, климатических вымираний не наблюдалось. А тогда у людей не было ни лекарств, ни, условно говоря, кондиционеров, ни нормального отопления. В общем-то, какое-то количество людей всегда сдается, процент есть, а какое-то количество людей выдерживает. И, по большому счету, жесточайший механизм эволюции, он, конечно, рассчитан на отбор наиболее стойких. Вот, что было сильное, какой был сильный удар, это, конечно, последняя ледниковая эпоха. А это несколько десятков тысяч лет. И первая волна людей, которая пришла в Европу, она же практически вымерла, вымерзла. Вот, осталось довольно немного. На эти немногие расплодились. Так что тут картина очень печальная. Ну, а между тем, мы видим, что трясет Европу, и не только Европу, не только температурными, но и политическими. Вот, в Нидерландах фермеры возмущаются, протестуют, перегораживают дороги и вываливают на этих дорогах навоз. О, навоз. Вот, понимаете, какая интересная вещь. Два сообщения, вот возьмем, да. В Нидерландах возмущение фермеров и широкое народное возмущение в Шри-Ланке. Ну, наверное, все слышали. Про Нидерланды, кстати, меньше, поскольку как-то европейские СМИ особо акцента на это не делали. И понятно, почему. Смотрите, в Нидерландах власти наехали, как вообще фермеры говорят, наехали на них, потому что фермеры активно используют навоз. А почему наехали? А потому что навоз выделяет много соединений азота, так сказать, в процессе своего разложения, естественно, аммиак. И это все как бы ухудшает состояние глобальной атмосферы и так далее и тому подобное. Но стоит вспомнить, что еще лет 20 назад как раз в той же Голландии говорили, даже меньше, что нужно как раз активно внедрять навоз, чтобы было органическое удобрение, а не использовать всякие там сукрофосфата, мафоску и прочие продукты химии. Обратно посмотрим на Шри-Ланку. Среди там целый ряд был проблем. Там и ковид, и недавно закончилась война на севере острова. Это все понятно. Но еще ведь несколько лет назад, а именно в прошлом году, в начале прошлого года была введена идея как раз. Давайте-ка откажемся от синтетических удобрений и перейдем на тот же самый навоз и прочие, так скажем, компосты. И что оказалось? Оказалось, что не хватает удобрений для того, чтобы обеспечить нормальное выращивание риса. Страна, которая до этих экспериментов была полностью самодостаточна в плане риса, но во всяком случае не голодала, вынуждена была уже сейчас закупать рис в сумме в сотни миллионов долларов. Потому что рис растет, условно говоря, на навозе плоховато. Да и навоза этих компостов не хватает. А еще нужно его использовать для того, чтобы удобрять плантации чая. Я хочу напомнить, что ведь в природе ничего из ничего не появляется. И если у вас растет чайный куст, это означает, что он должен из земли, кроме воды, высосать еще целую кучу полезных для себя химических элементов. Вопрос, откуда он будет их выбирать, если вы постоянно листочки с него срезаете? То есть вы эти листочки, плоды как бы его, убираете из оборота. Вы же не кидаете их обратно, вот эту вот нашу заварку. Да, мы же не везем обратно в Цейлон, чтобы там уложить под кусты вот этих самых, под чайные кусты. В природе же, как мы видим, растение растет, его листья, либо постоянно, как в тропиках, либо сезонно, как у нас, опадают и опять перегнивают. Там живут всевозможные организмы. Грибы, что очень важно, они находятся в симбиозе с деревьями. Все это разлагается и опять идет в дерево, чтобы опять возродиться новыми листьями и цветами, и плодами. А тут что у нас? У нас получается, что мы ободрали все растения, отобрали у них плоды, у чайных кустов срезали их листья. А что мы опять тогда положим в землю? Вот идея, принесем навоз. Так вот, оказалось, что навоза не хватает. Раньше использовали химические продукты. Ну, химические продукты, это, судя по всему, можно так назвать, как рафинат такой. Да, может быть, это не совсем как бы экологично. И хотелось бы за более высокую цену пить более, так скажем, экологический чай. Я не спорю. Но для массового рынка уже урожая не хватает. Нет урожая, нет денег. Нет денег, беднота, нищета и все такое прочее. И вот что интересно, посмотрите. Как раз эти фермеры и вообще население в Бангладе, не Бангладе, а в Шри-Ланке, они выступают и в том числе сжалуются на решение правительства о педалировании этого самого навоза. А на другом конце света в Голландии как раз возмущаются, почему нам, собственно говоря, запрещают использовать навоз. Что же мы тогда будем вообще использовать? Если химию нельзя, навоз нельзя, что тогда делать? Им, кстати, говорят, сокращайте поголовье скота, там, значит, уменьшайте производство. Слушайте, Голландия – это мировой лидер по производству на экспорт продуктов питания. Если они сократятся, цены на продукты питания вырастут. И вот тут-то и возникает вот этот вот самый конфликт. Все больше и больше сейчас разговоров о том, что вот эта вот инициированная в Европе идея такого, знаете, ура, у нас такого шапкозакидательской идеи «все давайте быстренько до 30-го года напополам», там, к 50-му году станем углеродонейтральными, что эта идея по большому счету, так скажем, нездоровая. Мне это напоминает вот как волюнтаризм хрущевских времен, когда «давайте сеять кукурузу, а давайте вот это». Вот какие-то решения, которые принимались спонтанно, они вызывали головную боль, вот затем в сельском хозяйстве отдавались очень сильно. Ну, в том-то и дело, что да, все уже говорят, но самое интересное, что говорят. Ведь когда начинаешь рыть, то говорят так, что даже если сегодня мы все вот перестанем, станем как такие зайчики питаться травкой и ничего не будем выбрасывать, скажем, что естественно, да, то в этом случае уже начался процесс климатических изменений, и он будет продолжаться ни шатка, ни валка, несколько сот лет. Это раз. Второе. Население Земли в этом году достигнет чуточно 8 миллиардов человек, из которых огромное количество живут прямо, скажем, в нищете, в бедных условиях, им не хватает воды туда-сюда. Да? Если мы говорим о том, что мы, в общем-то, позируемся на позициях гуманизма, то разговор такой. Ребята, мы должны каким-то образом обеспечить и этим людям тоже какой-то минимум жизненных возможностей и защитить их от всевозможных природных катаклизмов. Для этого нужно на самом-то деле не так много денег, чем на всевозможные такие экологические экзерсисы. Ведь сейчас уже говорят, смотрите, повышается жара, да? Сколько было разговоров? Ставим ветряки и солнечные батареи. А что-то, смотрите, сейчас по всей Европе, в связи с тем, что возникли проблемы с российским газом, опять возвращаются к угольку. Причем повсеместно. Конечно, эти самые зеленые возмущаются о том, что как же так, мы уже уходим, по сути дела, назад. Совсем недавно европейская комиссия, Европарламент заявили о том, что они поддерживают идею о том, что газ и атомная энергетика должны рассматриваться вот как допустимые в условиях переходного периода вот сейчас. То есть газ опять можно как бы, как он бы опять становится квазизеленый, и атомная энергетика тоже. Почему? Потому что не хватает электричества. Газ – это, кстати, и химическое сырье для производства удобрений, и не только для удобрений. Это очень серьезный вопрос. И поэтому, например, с ветряками та же самая проблема. Сейчас вот можно прочитать статьи, в которых говорится, ладно, мы уходим от российского газа и нефти. Об этом вообще говорили давно. Просто сейчас появился вот такой вот совершенно явный повод это наконец-то сделать. Окей. Но дело все в том, что таким образом Европа становится заложником, об этом американцы пишут тоже, становится заложником Китая, потому что остальным поставщиком продукции с редкими металлами, редкоземельными металлами является Китай. И в том числе, например, те же батареи аккумуляторные – тоже Китай. Таким образом, получается, да, бензин с газом мы у России перестаем покупать, уж тем более уголь. Но зато при этом мы садимся, мы европейцы, садимся в полную зависимость от Китая. Вот типа, хорошо ли это нам? Об этом тоже идут дискуссии. И вот сейчас, когда начнется новый политический сезон, то есть вот сезон 22-23 года, эти вопросы станут одними из самых острых. Вопрос следующий. Начнутся ли серьезные подъемы цен до выборов? Либо удастся удержать эти рост цен до выборов, и рост цен произойдет уже после выборов. Вот это такой весьма интересный момент. Но ведь опять-таки хочу сказать, что дискуссия по поводу того, как нам существовать, и что нужно делать сейчас на данный момент, изыскивать способы согреть и накормить людей, или в расчете вот то, что есть зима, которая придет, а где-то зима, а где-то будет засуха, лето, голод, тоже-то ничего хорошего. А с другой стороны, ведь очень серьезнейший у нас вопрос, это вопрос о том, что, да, будут изменения климатические в будущем. Вот эта проблема, решение сиюминутной, но очень важной проблемы, либо отложенной проблемы в будущем, тут нужно найти какие-то, как скажем, компромиссные варианты. И вот тут-то опять-таки нужно услышать, нужно услышать позиции самых разных сторон. Пока что зачастую возникает такое ощущение, что появляется ощущение растерянности. Вот это, да, это серьезная проблема. Об этом говорят Соединенные Штаты. А растерянности у кого? У простых людей или у тех, кто принимает решения? Ну, наверное, простые люди уже начинают приобретать чувство не растерянности, а некоторого, знаете, такого офигения, не побоюсь этого слова. Потому что, собственно говоря, когда говорят о том, какие будут цены, вот посмотреть можно, например, вот я смотрел британские, которые подсчитывают, сколько будет стоить содержание коммунальные платежи с отоплением, со светом, со всем. Там какие-то суммы за три с лишним тысяч фунтов выболзают. Ну, понятно, у них домовладение, да, но все равно это их волнует, потому что это рост очень значительный для британцев. Проблемы те же самые есть по всей Европе. У нас тоже есть проблемы, у нас тоже об этом пишут, что воздорожает и газ, и электричество, и мы уже ждем новые счета. И вот они будут, очень интересно, какие будут эти счета. И в том числе, опять-таки, возникает вопрос, а чем мы будем, что называется, топиться, отапливать, или откуда у нас будет браться электричество. Я все-таки еще раз напомню, что наши электростанции на дрова не рассчитаны. Я был свидетелем, как вчера женщины, пожилые женщины вздыхали и говорили, что, он говорит, дорожают гранулы. Вот они только-только купили это оборудование, а гранулы, оказывается, совсем не такие дешевые, как представлялось. Так что это серьезная проблема. И эта проблема, конечно, и для власти мущих тоже. Потому что каким-то образом нужно при немо объяснить будет ситуацию. До какого-то момента можно объяснить эту ситуацию как бы объективными причинами, а с другой стороны потом возникнет обязательно вопрос, а что же, господа, вы делали? Ведь столько лет говорили о нашей энергетической независимости. Вот что самое, как говорится, удивляет многих людей. Ведь идея о том, что Европа должна быть энергетически независимой, в первую очередь, от Востока, от России, об этом говорили еще, по-моему, лет 10 тому назад. Исходя именно из идеи о том, что это ненормально, что мы в Европе фактически сидим на поставках энергии из-за границы. И вот случилось что? Вот случилось. А что теперь? Американцы пишут, да, мы могли бы вам помочь. Причем это пишут не американцы, а американцы, а европейские, как бы, американцы такие. Но дело все в том, что и у Америки свои энергетические проблемы. И она, а Америка, это не, надо понимать, Америка, это не богодельня, которая будет нам, европейцев, нас, европейцев, снабжать энергией, я имею в виду, газом там или нефтью, по каким-то особо выгодным ценам. Так что, собственно говоря, я думаю, что как раз в Европе, так скажем, верности экологическим планам вот этой зеленой сделки этой осенью придется очень сильно думать. Ну что же, спасибо большое. Это был Климат-контроль, Константин Ранс, журналист, ученый, ученый, пишущий о науке, популяризатор науки. Может быть, не самые, конечно, веселые темы, но тем не менее, тема, которая затрагивает каждого из нас и аукнуться у каждого, наверное, в кошельке этой осенью. Спасибо большое и до встречи в следующую пятницу. До свидания. До свидания. Радио Болткома